Всем привет! И сегодня мы с вами поговорим о том, как прошел релиз Изи Буст в расцветке True Form. Такой небольшой камбэк. Она у меня на руках, я купил ее в свое пользование. Сразу же скажу то, что это не ресел, это лично для себя. Ну, потому что это спешл релиз, и мне кажется, он достаточно интересным. Давайте посмотрим на них поближе и вообще обсудим, что, как, где проходило. Ну, а начать, наверное, стоит с того, что на ютубе уже есть несколько видео. Там с канала Риха Харт, он показывал, как дроп проходил в Лондоне. Там тоже была расцветка True Form. На канале у Никиты Пасечного вышло видео, как дроп проходил в Москве, в ЦУМе, в брендшопе. По-моему, именно в этих магазинах. И я сам посидел, это все посмотрел. На самом деле, это очень странный ажиотаж, но он не особо-то и удивителен. Потому что изи сделали такое правильное решение, когда разделили массовый такой релиз на регионы. Как вы знаете, в Америке были клей, точнее, они еще будут. У нас в России, Украине, Европе были True Formы. И уже там в последней, не помню в каких странах, были Hyperspace. Когда я узнал то, что у нас будут True Formы, я немного расстроился, потому что не Hyperspace, но обрадовался, что не клей. На всяких вот этих вот фотографиях от Изи Мафии они выглядели не очень-то так и красиво, и немного я даже подразочаровался. Но потом подумал, что почему бы и нет, все-таки спешл релиз. Как вы видите и могли уже видеть на канале, у меня есть распаковка и вообще, говорю, стоит ли покупать белые изики. Они до сих пор лежат на полках многих магазинов, да практически всех магазинов, в которых они продавались. А их очень много. А вот с этой расцветочкой уже такого не произошло. Единственное, чего я не понимал, когда смотрел все эти видео, почему люди стоят у магазинов. Если честно, ну, скорее всего, это, конечно, ресейл, то есть они стояли в очереди, потом они еще сидели на сайте, от одного магазина бежали к другому. Такое я понять могу, но смотрев видео и видя, как люди вообще говорят, то что нет, я беру для себя и стою здесь с 6 утра у брендшопа, я особо как-то, ну, не вкусил вот этого, типа, в чем прикол, они стоят с 6 утра, хотя я вот проснулся, просто спокойно отсидел в очереди минут 15. Но тут, кстати, тоже сейчас расскажу, в чем интерес. Отсидел в очереди онлайн на Adidas 15 минут и спокойно заказал. И, кстати, заказывал я их первый раз, вот эти вот мне предоставил бренд, 700-ые я брал уже с рук без коробки, ну, и это вот получается мои третьи изи. И вот решил я, в общем-то, взять себе одну пару в этой вот интересной расцветке, ну, больше она интересна из-за спешл-релиза, как вы можете понять, все вот эти вот очереди у магазинов были именно связаны со спешл-релизом и неплохой такой наценкой. Я почекал многие маркеты, к примеру, на сайте The Market, это самая низкая цена, по-моему, 25 тысяч, а самая средняя цена 28. Когда вы такое еще вспомните и вообще это, по-моему, одна из самых интересных расцветок, который выходил вот в последнее время у 350-х, поэтому и цена такая, плюс сколько, в среднем 10-11 тысяч профита вам в карман за 10 минут, это очень легкие деньги. Ну, так вот, брал я это на сайте и я слышал то, что вроде бы как эти товары могут пропадать из корзины, так как я первый раз это делал, захотел взять именно онлайн, начал добавлять быстренько и не знаю, в чем прикол, я путаю 45-е, 46-е русские размеры, я знаю то, что надо брать на размер больше, я брал так белые, но там все было проще, типа 11 US, 11,5 US, а на сайте Adidas как раз-таки вот эти вот RU, которые еще, они пишут там, не указаны на коробке и я особо этого понять не могу, типа зачем писать русские размеры, которые, ну, не знаю, вы вообще шарите в русских размерах, напишите в комментариях, я потому что в них никак не разбираюсь и добавлял 45-й размер, но только после того, как я оплатил заказ и деньги списали, я заметил, что 46-й. Я, конечно, не знал, какой придет, но в итоге пришел на размер больше, те стоят 11,5 US, сейчас пришел 12,5 US, но на мое удивление он сидит тоже нормально, те плотничком беленькие от RU формы, как раз-таки чуть-чуть посвободнее, но меня это не разочаровало, плюс я там накосячил с адресом, но все ок, все, курьер позвонил, все привезли прикольненько вовремя. Ну, в общем-то, это небольшая история, как я вообще просто посмотрел, как их брали на дропах, можете также найти ребят Никита Пасечный, Риха, Харт, и посмотреть, как у них проходили, у одного в Лондоне, у другого в Москве. Я просто купил и решил распаковать и показать вам, точнее, даже не распаковать, все вы знаете, коробки одинаковые, отличаются они только размерами, в моем случае, а все остальное, картон да бумага, который прокладывают кроссовки, так что давайте погоним и взглянем поближе именно на саму пару. Что, ну, для сравнения, кстати, потом посмотрим с белой расцветочкой, и что у нас здесь? Самое крутое, это просвечивающая подошва, сзади кусок вот этот вот белый, если в белом варианте, то его здесь выделили желтым, а здесь оставили просто белый буст, а здесь пустили какую-то прокладку, не знаю, как это назвать, который дает такой оранжеватый, рыжий какой-то оттенок, выглядит это вообще забавно, плюс задняя петелька у нас оранжевая, и плюс на пятки проложили тоже, точнее, проклеили, по-моему, немного оранжевым. С этой стороны вот можно увидеть то, что здесь наклеили какую-то ерундовину, и получили оранжевый цвет. Что мне нравилось, я давно на это смотрел, это прозрачная, полоса supply, очень прикольно выглядит, но мне не нравится, что они не додумались как-нибудь оскрыть еще вот это вот. Здесь вот как раз через эту прозрачную полосу можно увидеть держатели носа, чтобы кроссовок всегда держал вот эту вот форму, они здесь просвечивают, и видно то, что там сделано все в таких дырочках, отверстиях, чтобы ваша нога постоянно дышала. Также, что тут по структуре, если посмотреть с белыми, то, да в принципе, все одинаково, только кажется, что вот здесь вот стало больше выделяться, нежели чем здесь, но может это просто из-за цвета ниток? Да нет, это не из-за цвета ниток, это выделили как-то по-другому немного. Что еще интересно, здесь смешали оранжевый, серый, и вглядитесь, это зеленые нитки, зеленые нитки, зеленые точечки, они идут по всему кроссовку, куда бы вы ни посмотрели, везде вот такие вот зеленые ниточки. Ну, а в остальном, я думаю, то, что все-таки отличий больше здесь нету, ну, на белых просто была непрозрачная полоса саплай, здесь она прозрачная, и сделана она, я даже не знаю, что это за материал, но прикольно то, что он вшит прям, вшит с обычной тканью, очень понравилось. В общем-то, это вот просто, я вам показал, как вообще поближе выглядит именно эта расцветка, мне она дико понравилась, она зашла гораздо лучше, чем на фотографиях от Изи Мафи, и вообще просто на фотографиях Адидаса вживую, это гораздо приятнее, да и интересно выглядит то, что подошва просвечивает со всех сторон, выглядит очень интересно, но, к сожалению, их уже купишь только на перепродаже, я нисколько не жалею то, что потратил на это 17 тысяч, все-таки я, ну, это первый раз я покупаю, получается, изи прям онлайн или просто с магазина, сейчас, конечно, еще выйдут V2 геоды, я безумно хочу попробовать вторую версию, при том то, что V1 700 мне маломерит, и я там, из-за того, что они мне маломерят на размер, они, короче, пятку уже протерли, поэтому хочется взять геоды, но что-то я думаю, то, что жирновато будет взять за 17, и спустя неделю взять еще за 25. Для сравнения, наверное, еще попробую сейчас одеть их на ноги, ну, как попробую, конечно же, одену, и покажу, как они выглядят на ногах, возможно, кто-то из вас сейчас в сомнениях отдавать за них сверх ритейла, или не отдавать, так что давайте примерим на ноги, и посмотрим, как они вообще выглядят на них. И, кстати, многие из вас заинтересовались шнуровкой Коус, потому что многие спрашивали в сообществах, как это шнуруется, на ютубе есть несколько там видео, уже как популярные блогеры американские делают эту шнуровку Коус, это все достаточно-таки несложно, если посмотреть, и у меня тут появилась идея, а что если я сделаю там, к примеру, 5 видов интересных шнуровок для изи? Если вам это было бы интересно, то давайте соберем, ну, допустим, давайте 250 лайков под этим видео, и я сделаю его в ближайшее время, да, если даже не соберем 250 лайков, то я сделаю, но чуть-чуть попозже, когда уже будет на улице по суше, так что давайте попробуем собрать 250 больших пальцев, ну и погнали померим их на ногах. Кстати, напишите вам, какая расцветка лично вам больше нравится, True Form или вот таких вот беленьких? А в своем инстаграме я проводил уже опрос, люди выбрали бы белую полностью расцветку, либо True Form. В общем-то, изи эти получили новую расцветку, и немного оживил их вот такой вот хайп на них, то, что люди стали их опять перепродавать, реселлеры могут снова кушать, выживать, хотя релиз и был, в принципе, массовый, но пары очень быстро расхватали. Мне понравилась такая идея бренда, то, что они вот, ну, решили все это завуалировать так, то, что по разным регионам разместили. Кстати, как вы знаете, клей в Америке перенесли на 30-е число, и сейчас вот показали уже то, что они перенесли их, из-за того, что решили еще выпустить детскую размерную сетку и взрослую. У нас этого делать не стали, поступили в продажу, по-моему, только взрослые, минимальный размер, если я не ошибаюсь, был 8 US, скорее всего. Ну, а там будут еще меньше для расцветки клей. Не забывайте подписываться на мой канал, оставлять свои комментарии про это видео, конечно же, большие пальцы вверх, переходить по ссылочке в мой инстаграм, но это было все, о чем я хотел поговорить с вами на... Ну, а это было все, о чем я хотел поговорить с вами насчет новой расцветки изи-бустов и насчет новой волны хайпа вокруг них. Так что всем спасибо за просмотр, всем пока! Спасибо за просмотр!